здравствуйте удивительно но это наушники компания которая их производит сделала просто наушники просто наушники в них даже нет микрофона это не гарнитура прислала мне их на обзор ну предложила говорит хочешь да конечно хочу почему бы и нет давайте присылайте но я не ожидал что это будут просто наушники я думал что будет все-таки гарнитура так бы я списал бы звук и мне было бы интереснее потому что ну вот как-то я по звуку потому что все что связанные со звуком мне достаточно интересно комплектность вот такая бумажка как говорит илья педали кто знает почему он так говорит потому что поизвегут неуклюже вот так вот педальки цветные и даже здесь все можно разглядеть и и понять если что-то у вас не так и признаюсь честно прежде чем делать какие-либо обзоры я смотрю других блогеров конечно эти наушники разослали китайцы другим остальным обзорщиком типа меня некоторые говорят что они их купили да конечно нет нет китайцы предложили говорят хочешь ну на ну ладно давайте присылайте и какие-то чудеса у меня нет мешочка в комплекте должен ли он быть в моей модификации не знаю почему почему-то мешочка нет другие блогеры показывают что есть и как всегда у меня мысли скачут мы не посмотрели что это за наушники и для чего это студийные мониторы так во всяком случае заявлено на упаковке три с половиной есть джек комплекте 635 джек комплекте и комфортные штучки подушечки и самое главное что усилить и захватывающие опыт или как не знаю что нужно ли использовать звуковую карту с усилителем или же это призыв к тому чтобы вы восхитились после прослушивания пока не ясно хотя вот я сейчас говорю какие-то слова а на самом деле конечно же я уже их послушал и проверил и в принципе вот забегая вперед конечно плохого я ничего сказать про них не могу а совсем плохого это у нас коробчонка в который лежали два провода кабелем проводы с пружинами провода я бы не сказал что легкие но то что они с пружиной это хорошо получается где-то около трех метров если полная длина если вот так вот их раздвинуть но это очень неудобно потому что наушники будут сваливаться если будет провод под напряжением наушники будут сваливаться с головы однозначно это будет неудобно и так ладно их две штуки один из них у нас разъемы три с половиной с другой разъем 635 и на три с половиной но удобно согласен да вообще когда у наушников отдельный кабель это действительно удобно если кабель там пришел негодность разорвался порвался взял любой аукс и любой не надо брать до забегая вперед любой брать не надо до провод этот хороший чувствуется что он неплохой китайцы не платят за обзор за эти и я не буду хвалить и рассказывать тому что прямо супер и какие-то наушники но забегая вперед еще раз хочу сказать что но они наверное стоят тех денег за которые они продаются на алиэкспресс конечно ссылка будет в описании ладно приступим к внешнему виду на рассмотрим во первых вот это пластик вот это пластик вот эта часть металлическая вот эта часть тоже металлическая вот это решение мне не очень нравится но провод не должен заходить вот как то хотя может быть ему ничего и не будет если разобраться вот так вот да но мне кажется это не совсем удачно или он раздвинется тогда будет с ним все хорошо хотя до конца он не раздвинется нет опять сюда попадет ну наверное это издержки конструктивные чувствуется что бьется по металлу и конечно я уже показал да как они раздвигаются есть фиксатор вот такого плана фиксируется хорошо да ладно годится что касается общего ощущения раздвигаются вот они вот на такое расстояние и я не боюсь что они сломаются да потому что я их уже потрогал пощупал мне кажется что они действительно сделаны качественно и они не сломаются да знаете есть дешевые китайские наушники которые берешь так они ломаются вот ну что вот здесь вот ну здесь вроде бы ладно нормально конечно надо показать их поближе да здесь мягко амбушюры тоже мягкие написано что с эффектом памяти нет конечно никакой памяти тут нет опять-таки минус в описании нет здесь никакой памяти нет нет да и на странице написано что они bluetooth и посмотрите я наверно скрин поставлю с этого магазина с продавца там написано в характеристиках что они bluetooth нет конечно они никакие не bluetooth просто три с половиной да и они не поворачиваются влево вправо но есть такой люфт по опыту скажу да я их уже использовал как я ранее сказал принципе удобно ухо туда помещается целиком это полноразмерный наушник кстати здесь внутри тоже такая мягкая штука но она никак не мешает звуку тоже хочу сказать забегая вперед динамики там 50 миллиметровые сопротивление 32 ома ну и перейдем тогда к звуку для того чтобы мне понять что дальше говорить подключу к я их на всякий случай к телефону хотя по большому счету их надо подключать к нормальной хорошей звуковой карте и я скажу честно я ходил в гость у меня нет хорошей звуковой карты нет у меня простенькая которая их не раскачивает к сожалению но я сходил в гости к соседу я попробовал до звучат они немножко по-другому насколько это возможно за их ценник но все равно сейчас я хотел бы их подключить чтобы понять что мне говорить подобную музыку я слушаю иногда когда куда-нибудь езжу там в метро в трамвае в троллейбусе мне это нравится и хорошо что попалась мне из плейлисте сейчас именно эта мелодия потому что вот эти наушники нет они не предназначены для того чтобы в них ходить где-нибудь на улице потом опять-таки многие блогеры расхваливают их шумоподавление нет шумоподавления за счет амбушюр есть лучше может быть там на тысячу две наушники будут стоить дороже но шумоподавление будет лучше эти наушники для дома для дома и неплохо они воспроизводят не хорошо они воспроизводят хорошо кто-то сказал что здесь много верхов мне верхов вообще никогда не хватает вообще я хочу слышать и мое ухо слышит я думаю что мне кажется что я давай до 18 килогерс спокойно слышу а здесь действительно нет низких в районе наверное 100 герц давайте посмотрим а да в районе наверное 100 герц то есть это такое не молодежное направление до их поднять можно с помощью эквалайзера да они будут но они завалены изначально на кривой а чих а в остальном в остальном и как я уже сказал что я пробовал их и на компьютере я слышу все звуки практически все звуки и они не кашеварят как это делают некоторые другие наушники некоторые другие это делают с удовольствием и запросто особенно если мы сейчас возьмем давайте я снова перейду в этот плейлист и мы найдем совершенно крышесносную тему модеста петровича вот он ее нам явил миру для того чтобы она превращалась в большую кашу на плохих каких-то наушниках или я тоже телефон то тоже не могу назвать хорошим плеером но во всяком случае без gta audio я жить не могу в общем здесь все превращается в кашу если это какие-то плохие звукопроизводящие устройства а это наверное будет совершенно глупая затея чтобы поставить микрофоны в наушники и воспроизвести звук с этих наушников но во всяком случае я это сделаю попробую может быть куски какие-нибудь включить и вдруг будет слышно на видео что они не кашеварят кусочки повтыкаю пока там чтоб youtube не особо понял меня вот здесь вот однозначно все сливается если какие-то плохие плохие устройства здесь я слышу звуки разные так ладно и интересный момент мы сейчас вернемся где-то у него есть скерца там в конце есть достаточно хорошие звуки для того чтобы их наверное воспроизвести сейчас попробуем это сделать ну вот здесь отчетливо слышны разные звуки однозначно слушать можно но в домашних условиях на этом пожалуй можно подвести итоги что сказать то ну за эти деньги нормальные вообще я должен ли говорить там хорошо это или плохо я скажу что я услышал то что я хотел бы услышать и я слушал плохие наушники действительно да там там все не так здесь я даже попробовал в них немножко помонтировать и вы знаете именно из-за этого я теперь их оставлю себе но не стоит думать что я их расхваливаю эти наушники наушники и наушник наверное я все про них теперь и рассказал большое спасибо всем кто досмотрел это видео до конца я по традиции всем желаю качественных гаджетов удачных покупок удачных продаж и пока